приветствую всех на своем youtube канале как всегда хочу благодарить всех за просмотры лайки подписки и комментарии спасибо что вы со мной для меня это очень важно и очень приятно я отправился в путешествие на этот раз не по беларуси а по европе и хочу предложить вам посмотреть первую серию моего путешествия она будет из вильнюса и начнем с вами с обзора моего жилья я забронировал на букинге давайте посмотрим где что и как я уже переночевал так как в начало видео я снимаю уже даже после прогулки по вильнюсу маленький спойлер 40 тысяч шагов поэтому вы увидите очень много интересных мест которые возможно не все блогеры показывали мы увидим с вами и новое жилье и старые дома и старый город и различные объекты интересные и исторические и культурные короче видео получилось действительно очень классным и интересным мы начинаем с вами с обзора квартиры вот такая вот большая двуспальная кровать со светильниками красивым исколовье здесь бойлер и вешалка есть комод даже он вентилятор кстати есть не увидел я и вот такой вот вид сверху на этот лофт сейчас спущусь вниз и покажу вам что на первом этаже открыла артира с первого этажа ведь конечно не самый лучший но мне ведь если честно не особо важен ну и туалет с ванной ничего особенного не буду уделять ваше внимание все нормально просто что низкие потолки там так все будет ну что вы отправляетесь путешествие по львову а я еще заеду в икею постараюсь вам что-нибудь там подснять и увидимся с вами в новых локациях а сейчас приятного просмотра давайте уже напоследок покажу вам все-таки санузел и себя все линюс пока ну что друзья и начнем мы нашу пешеходную прогулку с привокзальной площади и прогуляемся в сторону к ребятам которые приютили меня у себя на несколько деньков прогуляемся по вечернему городу так как дорога заняла 12 часов то мы решили все-таки пройтись и насладиться солнышком и подышать воздухом после 12 часов это действительно было необходимо поэтому гуляем по прекрасному осеннему вильнюсу и наслаждаемся прекрасной погодой давайте покажу вам ценник на мясо вильнюсе цены на хлебушек чтобы вы немножко ориентировались сентябрь двадцать четвертого года взял нас с вами возможность посмотреть на то как происходит строительство монолитного жилья в городе вильнюс видим с вами опалубку стойки но в принципе ничего нет такого необычного мы с вами не видим арматура бетон и давайте покажу вам как выглядит новое жилье вот такой вот новый современный комплекс а мы с вами двигаемся дальше давайте посмотрим на благоустройство территории скамеечки деревья красиво еще один новый дом мы с вами друзья отправляемся в парк по такому интересному пешеходу о пешеходу исходного перехода а телефон не отберут характера а а а о о о о о о о Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Не стоит забывать о прекрасных красотах вокруг Вильнюса. Город окружен живописными лесами и реками, что открывает возможности для активного отдыха. Литовская природа невероятно разнообразна. Здесь можно найти множество парков, озер и пляжей. Идеально подходящие для пикников, велосипедных прогулок или просто для отдыха на свежем воздухе. Особенно популярны среди местных жителей и туристов парки, такие как Парк Верпас и Парк Тракай, где находятся известные тракайские замки. Прогулки по этим природным резервуарам позволяют насладиться красотой природы Литвы и ее историческим наследием. Вильнюс окружен прекрасной природой. Городские парки, такие как Фигментовский парк, предоставляют отличные возможности для прогулок и активного отдыха. Вильнюс также славится своими холмами, с которых открываются потрясающие виды на город. Эти места становятся настоящим убежищем для горожан, желающих насладиться тишиной и спокойствием вдали от городской суеты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вильнюс, столица Литвы, это город с богатой историей, уникальной архитектурой и многогранной культурой. Он расположен на слиянии рек Нерис и Вильня, что придает ему живописный вид и аутентичную атмосферу. Вильнюс это не только административный центр страны, но и важный культурный и образовательный хаб региона. История Вильнюса уходит корнями в далекое прошлое. Город впервые был упомянут в летописях в 1323 году, когда великий князь литовский Гедемин провозгласил его столицей своего княжества. С тех пор Вильнюс многократно переживал всплески культурного и экономического расцвета, а также трагические периоды войн и оккупации. Одной из самых значимых страниц в истории города является период его расцвета в XVI-XVII веках, когда Вильнюс стал важным центром образования и науки. Здесь был основан Вильнюсский университет, один из старейших в Восточной Европе, который продолжает работать и сегодня. Архитектурное разнообразие Вильнюса – это настоящая находка для любителей истории и искусства. Город славится своим хорошо сохранившимся старым городом, который с 1994 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть примеры различных стилей от готики и ренессанса до барокко и классицизма. Среди самых известных зданий – кафедральный собор, который является символом литовской столицы. С его величественной колокольней и прекрасно оформленным внутренним пространством он привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Также стоит отметить замок Гедемина, олицетворяющий историю Литвы. А пока давайте прогуляемся по набережной реки Нерис и насладимся прекрасным видом на город и на берега реки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Однако Вильнюс – это не только исторические памятники, но и развитая культурная жизнь. Город предлагает множество театров, музеев и галерей. Например, Национальный художественный музей Литвы, где представлены как классические, так и современные произведения искусства. Также в Вильнюсе ежегодно проводятся различные фестивали, включая Международный фестиваль уличных искусств. Кроме того, Вильнюс славится своими инициативами в области современного искусства. Уличные художники активно работают в городе, создавая яркие муралы и другие художественные проекты, которые делают город еще более привлекательным для туристов и вдохновляют местных жителей. Международный фестиваль 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 не чудес. Класс. Кулинарные традиции Литвы также заслуживают внимания. В Вильнюсе можно попробовать множество местных блюд, включая цепелины, это картофельные клетки с мясной начинкой, шальте-брашка, постное блюдо и различные виды хлеба и сладостей. Не забудьте посетить местные рынки, где можно попробовать свежие продукты и деликатесы, а также узнать о местной культуре из первых уст. Субтитры создавал DimaTorzok Главный собор Вильнюса, известный как Кафедральный собор Святого Станислава и Святого Вацлава, является символом города и важным культурным и религиозным центром Литвы. Этот великолепный собор расположен на Кафедральной площади, рядом с замковым холмом и гендаминовым замком, что придает ему особое значение. Собор был основан в 13 веке, когда Литва стала христианским государством. Первоначально он был построен как деревянная церковь, но с течением времени подвергался многочисленным перестройкам. В 16 веке собор был перестроен в ренессанском стиле, а в 18 веке в стиле барокко. Это отражает различные архитектурные стили, которые присутствовали на протяжении его истории. Архитектура собора удивляет своим величием и разнообразием. Его фасад выполнен в неоклассическом стиле, а внутри можно увидеть множество уникальных элементов. Алтари, фрески и скульптуры. Особое внимание привлекает кафедра и главные алтари, украшенные великолепными произведениями искусства. На главном соборе также установлен колокол, который является одной из самых высоких колокольней в Литве. Она отдельно стоит рядом с собором и также имеет интересную историю, прошедшую через различные этапы перестроек. Кафедральный собор является духовным центром для католиков Литвы и местом проведения важных религиозных обрядов, таких как свадьбы и крещения. Кроме того, собор служит местом проведения различных культурных мероприятий и концертов, что подчеркивает его значимость не только как религиозного учреждения, но и как культурного объекта. Сегодня собор привлекает множество туристов и паломников, которые посещают его не только для того, чтобы полюбоваться его архитектурой, но и для того, чтобы ощутить атмосферу святости и богатой истории Литвы. В последние годы собор активно реставрировался и различные выставки и экскурсии помогают сохранить его наследие. Кафедральный собор Вильнюса – это не просто церковь, а целый символ литовской истории, культуры и духовности, который продолжает вдохновлять людей по всему миру. Собор хранит множество святых реликвий и является местом паломничества. Здесь находятся мощи святых, которые почитаются не только в Литве, но и за ее пределами. Эти святыни придают собору особой значимости, способствуя его статусу как духовного центра страны. Кафедральный собор Вильнюса – это не просто здание, а живой организм, который продолжает развиваться и изменяться вместе с обществом. Его богатые истории и культурное значение делают его неотъемлемой частью литовского наследия. Этот собор стал местом, где история, культура и религия пересекаются, создавая уникальное пространство, которое вдохновляет и объединяет людей. Важно и то, что собор активно участвует в сохранении литовской культурной идентичности в современном мире. Он служит площадкой для обсуждения важных тем, связанных с культурным наследием и его сохранением, а также включает в себя современные элементы, традиции, сохраняя при этом уважение к традициям. Субтитры создавал DimaTorzok Три креста в Вильнюсе – это символ города и одно из его самых известных достопримечательностей. Расположены они на правом берегу реки Нерис, на холме Три креста. Они представляют собой три белых креста, которые можно увидеть из разных точек города. По одной из версий, кресты были установлены в память о францисканцах, которые были казнены на этом месте в XVII веке. Кресты также символизируют страдания и жертвы литовского народа в разные исторические периоды. Первоначально деревянные кресты появились в 1623 году, но в 1934 году они были заменены на каменные, которые можно видеть сейчас. Кресты выполнены в неоклассическом стиле. Их высота составляет около 20 метров. Строительство крестов стало важным культурным событием, и с тех пор этот комплекс стал одной из самых знаковых точек для жителей Вильнюса и туристов. С холма, на котором находятся кресты, открывается живописный вид на город. Это место стало популярным среди местных жителей и туристов. Подъем к крестам осуществляется по извивающейся дорожке, вдоль которой можно увидеть различные памятники и скульптуры. Три креста олицетворяют надежду, память и историческую преемственность. Это место часто становится фоном для различных культурных мероприятий, праздников и концертов, а также для спокойных прогулок в окружении природы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас, друзья, мы с вами перенесемся в уникальный район Вильнюса, столице Литвы, который стал известен благодаря своей необычной культуре и самобытной атмосфере. Конечно же, это район Ужупис, расположенный на правом берегу реки Вильня, привлекает множество туристов и местных жителей своим художественным духом, эксцентричными жителями и неформальной атмосферой. Ужупис изначально был рабочим районом с низким уровнем жизни, и в начале 90-х годов он оказался на грани разрушения. Однако группа художников, вдохновленных своей любовью к искусству и самовыражению, решила преобразить этот район. В 1997 году жители Ужуписа провозгласили его независимой республикой. Это обозначение стало неофициальным, но символизировало их стремление к творческой свободе и независимости. Ужупис имеет свой собственный флаг, герб, валюту и даже конституцию. Конституция Ужуписа состоит из 14 статей, в каждой из которых выражаются ироничные, но по сути глубокомысленные идеи о свободе, любви и жизни. Например, одна из статей гласит, что каждый имеет право быть счастливым, а другая – каждый имеет право не знать ничего. Ужупис славится своими художественными проектами. На улицах можно увидеть множество художественных инсталляций, скульптур и граффити, которые создают уникальную атмосферу. Множество галерей и художественных мастерских привлекают как местных авторов, так и иностранных художников. Архитектура района сочетает в себе элементы исторического наследия и современные тенденции. Вы можете встретить как прекрасно сохранившиеся здания конца 19 века, так и современные конструкции. Сегодня Ужупис – это излюбленное место для творческих личностей, туристов и тех, кто ценит необычные уголки города. Здесь проводятся различные культурные мероприятия, такие как художественные выставки, фестивали, концерты. Местные кафе и рестораны предлагают уютную атмосферу и уникальные блюда, также часто являются площадками для общения и обмена идеями. Ужупис – это не просто район, это целая философия жизни, где приветствуется разнообразие и талант, а свобода самовыражения считается высшей ценностью. Он притягивает людей своей уникальностью и духом и остается одним из самых ярких символов культурной жизни Вильнюса. Если вы будете в Вильнюсе, обязательно уделите время, чтобы посетить этот удивительный уголок города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Район Паупис – это один из новых и активно развивающихся жилых районов Вильнюса, столицы Литвы. Его расположение, близость к центру города, а также стремительное развитие делают его привлекательным для жителей и инвесторов. Район Паупис в минувшие десятилетия был не слишком примечателен, однако с начала 21 века началась его трансформация. Концепция развития Пауписа включает в себя создание современного жилого пространства с элементами городской инфраструктуры, что позволяет создать комфортные условия для жизни. Проекты в этом районе ориентированы на гармоничное сочетание жилья, офисов, магазинов и общественных пространств. Архитектурный стиль нового жилого комплекса разнообразен, сохраняя при этом современный функциональный вид. Здесь можно встретить как многоквартирные дома, так и индивидуальные строения с уникальным дизайном. Важное внимание уделено экологическим технологиям и созданию зеленых зон, таких как парки и площади. Паупис находится в непосредственной близости от исторического центра Вильнюса, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет наслаждаться городской жизнью, не отказываясь при этом от комфортного проживания в раютном районе. Паупис становится все более популярным среди молодежи и творческих людей, что создает особую атмосферу сообщества. В районе активно развиваются культурные инициативы, такие как выставки, мастер-классы и различные мероприятия, которые привлекают внимание местных жителей и туристов. Хорошая транспортная доступность Пауписа – еще одно преимущество. Благодаря развитой сети общественного транспорта и близости к главным автодорогам, жители могут легко добраться в любую точку Вильнюса из-за его пределы. Район Паупис – это перспективный и динамично развивающийся уголок Вильнюса, предлагающий современные условия для жизни и работы. Его уникальное сочетание архитектуры, инфраструктуры и социальной жизни создает привлекательные условия как для новых жителей, так и для бизнеса. Появление таких районов, как Паупис, подчеркивает стремление Вильнюса развиваться и адаптироваться к современным требованиям городской жизни. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Старый город Вильнюса – это одна из самых красивых и исторически значимых частей столицы Литвы, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является важным культурным центром и привлекает множество туристов благодаря своей уникальной архитектуре и разнообразию исторических памятников. Старый город был основан в XIV-XV веках, когда Вильнюс стал столицей Великого княжества Литовского. За время своего существования он стал свидетелем множества важных исторических событий, что отразилось в его архитектуре и культуре. Здесь перепрелись различные стили – от готического до барокко, что делает его уникальным. Старый город Вильнюса славится своими великолепными сооружениями. Костел Святой Анны – шедевр готической архитектуры, известный своим необычным красным кирпичом и изящными формами. Университет Вильнюса – один из старейших университетов в Восточной Европе, основанный в 1579 году. Комплекс зданий университета включает множество архитектурных стилей и внушительных дворов. Кафедральный собор – главный католический храм Литвы, выполненный в неоклассическом стиле. Его колокольня является одной из эмблем Вильнюса. Площадь Ратуши – центральная площадь Старого города, где расположены исторические здания и памятники, а также проходят различные мероприятия и праздники. Улицы Старого города узкие, мощенные брусчаткой. Их архитектура создает атмосферу старинного европейского города. Здесь много уютных кафе, ремесленных лавок и художественных галерий, где можно погрузиться в местную культуру и насладиться атмосферой творчества. Старый город часто становится площадкой для различных культурных мероприятий, таких как фестивали, концерты, выставки. Также здесь активно развиваются театры, галереи и концертные площадки, что делает его центром культурной жизни Вильнюса. Старый город Вильнюса – это не только место с богатой историей и архитектурным наследием, но и живая часть столицы, где продолжаются традиции и создаются новые культурные явления. Его посещение обязательно для всех, кто хочет узнать больше о культуре и истории Литвы. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok